Мы в гостях у Сергея Кривых. Насколько я знаю, это последователь гравитационной гимнастики Самодумова Анатолия Ивановича. Но, как мы с ним пообщались, он пошел дальше. Нам-то, если разговаривает, наверное, Геннадий Петрович, насчет гизодинамической гимнастики, это, наверное, может, на фоне этого самого снаряда. А вот у нас как раз снимает все это дело. Понятно. Ну да, так произошло, что в 2015 году Анатолий Иванович Самодумов ушел. Ушел от нас, и, естественно, у него была концепция, что он единственный человек в мире, который может ставить энергетическую программу в залах для того, чтобы работать с такими колоссальными весами. Нагружаться можно от сотен килограмм до тонны и выше. И для того, чтобы не получить травмы, он, естественно, делал то, что ставил программу, как единственный человек на Земле. То есть это не просто что-то там я вот взял, там веса какие-то начинаю поднимать, а это необходимо сначала поставить программу, какая-то программа, которая бы уже в данном помещении была, и она уже как-то начинала с людьми работать. Ну да, взаимодействовать. Да, то есть это энергетически, на уровне энергетики происходит взаимодействие самого пространства и самого человека. Это была концепция именно Анатолия Ивановича Самодумова. Поэтому в залах, которые он открывал, не было травм практически. То есть там люди занимались, и занимались, правда, не самостоятельно, а занимались с инструкторами, которые обучены были годами, обучены Анатолием Ивановичем Самодумовым. И вот в 2013 году мы с ним открывали здесь зал в Екатеринбурге, зал из-за динамической, вернее, гравитационной гимнастики. И он у нас функционировал в течение 2013-2014 и до конца 2014 года. Вот он у нас функционировал даже до, будем говорить так, до февраля 2015 года. Вот. Как раз вы еще приезжали к нам сюда и знакомились с этой гимнастикой. Но потом Анатолий Иванович заболел, и в силу определенных обстоятельств пришлось нам зал закрыть. Я не имел права функционировать самостоятельно. То есть Анатолий Иванович на самом деле сказал, что он снимает программу энергетическую с этого зала. И мне как, ну как бы, в моральном плане не имелось возможности просто продолжать гравитационную гимнастику в том виде, в котором он ее практиковал. А можно вопрос? А вот, Сырюш, ты же видел, как он ставил эту программу? Нет. В чем она заключается? Он не... Это мысленно или как это? Как это делается? Во-первых... Обряд? Наверное, скорее всего, это обряд. Потому что он это делал самостоятельно. То есть, допустим, он когда... Никого не показывал? Нет. Когда мы... Да, конечно. Когда мы подготовили зал, полностью его оборудовали, полностью там поставили все снаряды. Вот. Он приехал сюда 12 июля 2013 года. Он зашел в зал, посмотрел, значит, потом закрылся в этом зале самостоятельно. Что-то там производил какие-то, может, манипуляции. Я этого не видел. И свидетелей тому никого не было. Ну, потом он открылся, сказал, говорит, все, программа поставлена. И мы приступили именно уже к презентации данной гимнастики. Вот. И народу было, конечно, очень много, но в конце концов он рассказал об этом, показал, что это такое. И мы запустились. Работали 2013, я еще говорю, по 2015 год, по февраль месяц. Довольно успешно мы работали. У нас людей очень много было. Результатов было колоссальное количество. То есть... Сыреш, в чем выражался результат? В чем выражались положительные... Да, воздействия именно гимнастики. Был момент того, что мы заметили, когда люди начинали заниматься гимнастикой, буквально в течение нескольких занятий, которые проходили не чаще двух раз в месяц, замечали, что, во-первых, улучшалось самочувствие у людей сразу. То есть у них повышалось настроение, у них там повышался тонус, они меньше уставали, лучше сон нормализовался. Следующие моменты. Были очень яркие примеры, когда, допустим, болят суставы кистевые у людей. Кистевые суставы болят, у них хват очень такой слабенький. После того, как они стали заниматься гимнастикой, у них укреплялся вот именно кистевой сустав. Очень сильно. Цепкость возрастала. То есть у них перестали болеть руки. Это раз. Переставали болеть локтевые суставы, плечевые суставы. Но еще самое главное то, что основные упражнения здесь, в этой гимнастике, были направлены как раз на ноги. То есть на голеностоп, на коленный сустав, на тазобедренный сустав. Вот эти суставы тоже самое реагировали довольно быстро. В течение 4-5 занятий человек стал чувствовать, допустим, он чувствовал себя лучше. И в каком плане? Он, допустим, глубокий присед делает, встает и не чувствует вот этой нагрузки. Он не чувствует, как будто сработали мышцы вот эти вот. То есть легкость появляется, как в юности. Вот это было колоссальное. У многих людей практически у 100% проявлялись эти моменты. А можно такой вопрос? А вот, допустим, люди были у вас, которым предлагали операцию по замене шейки бедра? Вот что там это такое? Так это сплошь и рядом такие люди приходили как раз. И как результаты? Самый, допустим, яркий пример, у меня есть женщина, которая приходит уже сюда в течение 4-х лет, занимается ко мне. Вот, и она с очень таким страшным диагнозом, это ревматоидный артрит. И в очень такой последней фазе, когда, по идее, она должна была давно уже уйти. Вот, но... Не просто инвалидом быть, а уйти. Уйти, да, потому что у нее колоссальное разрушение костных тканей было. То есть у нее разрушены суставы голеностопы, у нее разрушены суставы кистевые, локтевые, плечевые. То есть у нее очень много разрушений в организме уже было до того, как она пришла к нам сюда. Пришла она как раз на гравитационную гимнастику, еще тогда Анатолий Иванович Самодумов был жив. И мы с ней занимались, буквально нося ее на руках. Она была сплошной кусок боли. Трудно было заниматься на тех снарядах, потому что не приспособлены те снаряды для того, чтобы работать с такой колоссальными физическими разрушениями тела. Но в 2015 году я запатентовал свой снаряд, который позволил решить очень много проблем, в частности потому, что психологическую нагрузку с человека снять. Поскольку работа идет с колоссальными весами, и прямые веса, они выглядят страшно. Когда у нас приходилось, допустим, за одну тренировку с занимающимся, нормальным занимающимся, можно было перелопачивать около 30-40 тонн только железа, чтобы нагрузить снаряд, разгрузить снаряд, поскольку 5 упражнений в комплекс ходят. И страшно было людям, было реально страшно, потому что они могли получить эту травму, работая с такими весами, когда 200, 300, 400 килограмм. Это страшно. При помощи данного снаряда, который я запатентовал, мне удалось решить эту проблему. То есть метод рычага применен, тут способ рычага, 1 к 4, то есть мы вес противовеса, величину вот этих блинов противовесных, мне удалось уменьшить в 4 раза. А нагрузка остается? А нагрузка остается, да, потому что точка приложения усилия соответственно рычагу. И получается, что, во-первых, сняли психологическую нагрузку, человек не видит вот этого колоссального количества железа, которое ему приходится приподнимать или работать с ним. А, ну вообще, вторая еще, основная еще задача, которая стояла, помимо вот этого психологической нагрузки на человека, стояла задача обеспечения безопасности выполнения упражнений. То есть, когда работа идет с прямыми весами, идет на самом деле включение колоссального количества мышц для поддержания именно равновесия, удержания этого веса и так далее. То есть, и малейшие нарушения в этом плане приводили, во-первых, к вероятности травмы, вот, и приходилось работать чрезвычайно, ну, как говорится, осторожно, и включались именно процессы контроля над тем, что человек выполняет. То же самое. То есть, очень много факторов, которые сдерживали человека в его настрое на выполнение самой статической нагрузки. То есть, он психологически больше уходил в безопасность, чем расслаблялся, допустим, и получал вот эту статическую нагрузку, выполнял, допустим, в полном ее объеме. Когда я запатентовал этот снаряд, то есть, я его сделал, вот, и испытал его, и получилось так, что человек, находясь именно, уже выполняя упражнения, он находится, как бы, в очень мощном стационарном или очень сильном стационарном положении. То есть, он, значит, больше может сосредоточиться на выполнении упражнения, чем на безопасности. А безопасность, которую обеспечивают уже инструкторы, которые занимаются, занимаются именно с человеком. И сам тренажер. Да, 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 да. Он позволяет как раз быть человеку в безопасном состоянии. Я, это, Сереж, можно немножечко это, а вы меня поправите. И вот я смотрю на этот тренажер. Вот, смотрите, стоит гриф, вот это отверстие. Да, это рейки вертикальные. И маленький-маленький ход. То есть, вы за динамической гимнастикой, которую Сережа рекомендует, я так думаю, что, смотрите, вот, человеку достаточно всего лишь навсего сделать вот этот вот отрывчик с огромным весом, но при этом вот эта рама все держит. Не то, что туда куда-то уйдет, то есть, безопасность имеется. В зависимости от этого размера врачевого у человека. Ну, да, да, да. Он этот, что-то или что-то все это делает. Подстраиваем под каждого человека. Да, да. То есть, здесь, как бы сказать, безопасность действительно присутствует. Да. Так вот, Геннадий Петрович, может быть, немножко вернуться назад. Я не сказал вообще смысл этой гимнастики. Смысл гравитационной гимнастики, смысл изодинамической гимнастики. Если обратиться к нам, к истокам, будем говорить так, что многие люди обращались именно к статической нагрузке. Именно к статике. Статической нагрузке таких групп человека, как сухожилия, связки, кости и фасции. Вот эти вещи, которые я называю самыми густыми энергиями в человеке. То есть, это те связующие элементы, на которых держится сам человек. И почему именно обратились к статической нагрузке данных, составляющих человеческого организма? Потому что в повседневной жизни, или даже в спортзале, или даже в тех тренажерных залах, которые посещают человек, очень трудно прокачать. Очень трудно прокачать, именно заставить регенерироваться или восстанавливаться вот этим группам. Им элементарно не хватает нагрузки. Почему не хватает нагрузки? Потому что существует психологический барьер. Во-первых, сколько вес человек может поднять? Нормальный, разумный вес. Это в пределах, допустим, 100, или там кто-то, это уже такие подготовленные люди. Или там 50 килограмм. Вот этот вес, он психология нам устанавливает. Это ограничение. Но для костей, сухожилий и связок не хватает этой нагрузки. И как, допустим, решал эту проблему Александр Иванович ЗАС, это Железный Самсон, в свое время он разработал систему как раз статических напряжений, сухожилий. Это у него называлось сухожильная гимнастика. У Александра Ивановича ЗАС. То есть не изометрическая, а сухожильная гимнастика. Сухожильная гимнастика. Это правильно, да? Он так называл ее. Это уже после переначали, да? Это потом, значит, потом происходила трансформация, конечно, этих статических нагрузок. И одним из ярких представителей вот именно статической нагрузки явился Анатолий Иванович Самодумов, который в 70-х годах разработал систему гравитационной гимнастики. Он создал комплекс из пяти упражнений. И работал человек уже, ну, также статически нагружался. Но он, помимо всего, помимо статики, добавил сюда еще элемент динамики. Маленький элемент динамики. То есть, когда человек напрягается, напрягается в течение пяти-шести секунд. И в конце максимальной нагрузки он слегка сдвигает этот снаряд, этот вес. Как бы это осуществляется тем самым контроль, что ты сделал. Ну, во-первых, да-да-да. То есть, не только контроль, это удовлетворение собственного эго. Я сделал это и так далее. То есть, оказался этот элемент очень важным. А если брать с точки зрения физиологии, то когда происходит подвижка снаряда на максимальном напряжении, происходит срабатывание мышц. Они начинают изменять свою длину. И в этот момент происходят, ну, как мне говорили медики, что это замечено, что происходят микронадрывы. Ну, это страшно, наверное, звучит. Но микронадрывы волокон мышечных. Микронадрывы. Они не опасны. Это всегда происходит в тренажерных залах. Когда человек... Микронадрывы способствуют росту мышечной массы. Вот. То есть, этим и делами занимаются вот бодибилдеры, для того, чтобы стимулировать рост мышечной массы. Да, да. И здесь... Но здесь они происходят кратковременно. И в очень маленьких количествах, но включаются процессы выработки стволовых клеток, для того, чтобы ликвидировать вот эти нарушения именно мышечных тканей. Вот здесь очень важно подчеркнуть, что многие люди, вообще, наверное, 99% не знают, что стволовые клетки организма, они вырабатываются в костях, в костном мозге. А, правильно. То есть, это не просто где-то что-то. И эти стволовые клетки, поступая, выработанные в костном мозге, поступают в кровь и идёт, будем говорить, замена старых клеток организма. То есть, кости являются... Вот нету такого, как бы сказать, важного дополнения, что кости являются таким же органом, который способствует обновлению организма. И их можно стимулировать. Но вот как стимулировать, интересно, не вот такая вот нагрузка, а именно вот продольная нагрузка, которую надо дать. И вот, Серёжа, он интересную вещь сказал. Энергии, энергии, мощные энергии, которые лежат в основе сухожилий и костей, это те энергии, которые являются основой нашего скелета. И они, естественно, как бы сказать, для того, чтобы вот эта ткань сделалась костная, там должна быть, её соединить, огромная энергия с большим запасом, потому что мы прыгаем, скачем и так далее, чтобы мы не поломались. И, значит, её действительно прокачать, протеонию стимулировать необходимо огромной нагрузкой, потому что она уже, она уже изначально на неё рассчитана. Да, вот. А теперь встаёт вопрос, а как это сделать? Потому что в тренажёрном зале вот веса, которые там приделают 50-60, там до 100 килограмм, они просто элементарно не воздействуют на эту систему. Они очень мало. Или неправильно сказать, что не воздействуют, а очень слабо воздействуют. Это всё равно, что сказать, вот мы сейчас будем качать бицепс, поднимая руку. Чтобы бицепс накачался, надо вес. А тут надо ещё больше вес. Так вот, и эту проблему решал как раз Анатолий Иванович Самодумов. Когда он в своей принципу гравитационной гимнастике, первым он поставил как бы программу, для того, чтобы людям было безопасно заниматься и взаимодействовать с пространством. Но это больше исторические вещи. Я немножко... Не будем этого касаться. А вот с точки зрения, как достичь такой нагрузки, это надо понижать вибрации мозга. Всем известно, там альфа-состояние, бета-состояние, альфа-тета и так далее. То есть, когда мозг, бета-состояние, это наше бодрствующее состояние, и мы контролируем все процессы выполняемые. Что происходит в спортзале, допустим, в залах, где мы тренажерные залы работаем со снарядами. А здесь нам необходимо как раз создать бездумие, то есть, безмыслие у человека. И вот оказалось, это самой главной проблемой выполнения всех упражнений. То есть, создать тишину в голове у человека, чтобы понизить вибрации мозга. А что происходит при понижении вибрации мозга? Он уходит в так называемое медитативное состояние, когда он снимает контроль ума над телом. То есть, тело не становится подконтрольным разумом. И в результате того, когда снимается именно контроль ума над телом, человек, оказывается, может выйти на гораздо большие уровни статической нагрузки. Вот здесь заключается мастерство инструктора провести человека через вот эту границу психологическую, что он дальше не может, допустим, больше 100 килограмм приподнять. А он продолжает развивать усилия, напрягаться. Но это происходит кратковременно, 5-6 секунд. Какая польза от этого, я сейчас скажу. И после того, как достигается максимальное усилие, где-то на 6 секунде, снаряд слегка приподнимается занимающимся. То есть, он сдвигает его с мертвой точки и получается как раз элемент динамики, который позволяет оценить работу, которую выполнил человек. Но при этом наблюдается феномен вот этой гимнастики, что человек выходит на нагрузку, превышающую обыкновенную, чем в спортзале, в 5-10 раз больше. Притом, не тренируясь, это приходит практически мгновенно, немедленно и сейчас. А что это дает? Это дает о том, что у человека расширяются просто границы. Что он может, оказывается, больше. Что в нем сокрыт гораздо больше потенциал. Что он, во-первых, приподнял, допустим, 200 килограмм, которые в жизни никогда не приподнимал. Это раз, он сразу радуется этому. Следующий момент, то, что он, преодолев этот психологический барьер, он получает на физиологическом уровне вброс в кровь огромного количества эндогенных морфинов. То есть, гормональный фон изменяется в сторону тех гормонов, которые гормоны много говорят. Радости, счастья и так далее. При том, надпочечники молчат, адреналин не вырабатывается. Он остановится, остается в норме. А адреналин имеет как и положительные вещи, так и отрицательные на человека. Потому что, когда большое количество адреналина, оно порой вызывает разрушительные свойства в организме. И это не есть хорошо. А что происходит, когда вырабатываются вот эти гормоны радости? В человеке запускаются как раз процессы восстановительные. Ему, во-первых, хорошо. Во-вторых, он не перенапрягается здесь. В-третьих, он начинает получать результат немедленно и сейчас. Вот вы говорили насчет костей, что вырабатываются стволовые клетки, я тоже говорил. Они как раз и направляются, допустим, на ликвидацию сиюминутных разрывов вот этих мышечных волокон. Но вырабатывается количество стволовых клеток гораздо больше, чем необходимо для восстановления мышечной ткани. Это, я думаю, медики к этому придут. И они исследуют это. Дело в том, что стволовые клетки, это, как бы сказать, нельзя сказать, что они именно мышечную ткань. Стволовые клетки, это такие клетки, которые будут замещать и мышечную ткань, и сухожильную, и костную, и, возможно, даже нервную, и эндокринную. Так самое интересное, я как раз и хотел обратить внимание, что есть непосредственно очаги, где немедленно надо включиться в восстановление, но вот этот побочный, так сказать, эффект, который вызывает уже большое количество этих стволовых клеток, он уже гораздо шире, и получается, все внутренние органы приходят быстро в порядок. Все сердечно-сосудистые, эндокринные системы и так далее начинают быстро приходить в порядок у человека. Потом замечено то, что очень быстро восстанавливаются хрящевые ткани, суставные, вот эти основная часть суставных, там восстанавливаются смазочные функции вот этих суставов. То есть человек как бы приобретает нормальный, здоровый сустав. А то, что я говорил о женщине с ревматоидным артритом, которая у меня занимается, у нее один из моментов, ярких, самых ярких моментов, наверное, то, что, во-первых, она стала посещать мой зал практически регулярно, это раз в месяц она приходит сюда. Плюс ко всему, она была полностью практически неподвижна, но сейчас она последние 3-2,5 года она занимается активно путешествиями. Ходит. Но она передвигается на костылях, ну и на коляске и так далее. То есть она ограничена подвижениями, потому что у нее правый голеностоп очень сильно разрушен. Очень сильно, левый голеностоп сильно разрушен, и у нее косточка, берцовая кость практически лежит на полу. Но, тем не менее, это, ладно, это фактор, но, тем не менее, она ездит постоянно то в Питер, то в Аннаху, то еще куда-то. Она говорит, я стала жить. Это тоже здорово. И у нее сняли, Геннадий Петрович, у нее сняли диагноз остеопороз. У нее прекратился, значит, процесс... Растасывание костей. Разрушение тканей, да. Вот именно костных тканей. Вот это, я считаю, что это очень, ну, медицинский уже подтвержденный факт. Конечно, вот. Ну, и таких результатов у нас очень много. Очень приятно видеть, когда занимаются не только, допустим, ну, среднего возраста люди, а занимаются, допустим, детишки. У меня некоторые родители приводят сюда своих детей для того, чтобы нагрузку, которую они вот в школе сейчас испытывают, учатся, они переносили спокойно. И дети, на самом деле, отзанимавшись здесь, очень легко переносят все те тяготы и лишения, которые они испытывают в жизни. У меня самые пожилые люди, которые здесь занимались, это возраст, это 92 года. Это в Швейцарии знаменитая целительница у меня занималась. Вот. Мы там открывали зал, но сейчас он там не работает. Вот. А самый маленький посетитель данного зала, это был мой внук. Ему было тогда 3 года с небольшим. Он у меня выполнял упражнения, и, допустим, ручками он дожимал, жим лежа, дожимал, я делаю акцент на до-жиме, не жиме, там амплитуда очень маленькая, 45 килограмм. Это ребенок в 3,5 года. Меня, конечно, многие врачи, может быть, за это дело бы расстреляли. Но, тем не менее, он не получил ни травм, а очень даже хорошо развивался. И развивается. Вот. То есть, диапазон возрастной очень широкий. Потом показания. Какие же могут быть противопоказания, наверное, вот это тоже интересно. Конечно, это острые травмы. Или посттравмовый период, когда может привести к тому, что нагрузка может привести элементарно к надрыву той же самой связки. Когда она была слегка повреждена. Вот. Или еще другим каким-то. Или там какие-то переломы были. Ну, чтобы не вызвать вот этот рецидив. Мы здесь к этому относимся очень аккуратно. И даже если происходили такие травмы, мы тогда снижаем нагрузку, даем возможность человеку, значит, перейти с малых нагрузок. А малые нагрузки, ну, это относительно малые нагрузки. У нас пустая рама данного снаряда. Чтобы ее приподнять, необходимо развить усилия в точке приложения его. Порядка 105 килограмм. Мы замеряли это все. Но, тем не менее, начинаются процессы, как вы говорили, вот именно восстановительные. То есть стволовые клетки делают, рулят, они начинают свое дело делать. Вот. Такие вот идут. у нас дела. Знаете, что добавил? Я вот как-то прошлый раз, по-моему, говорил, что вот для того, чтобы, как бы сказать, вот эту вот энергетику прочертить, необходимо создать за счет, ну, в смысле, вот этого напряжения, за счет напряжения, да? То есть мы очень сильно здесь напрягаемся, да? Ну, да. При этом не чувствуя этого напряжения. Не чувствуя напряжения. Но, вот это вот, я думаю, напряжение как раз и способствует тому, что та энергетика, которая у нас, как бы сказать, ну, уже может быть частично там под старость или там это не затребовано, она как бы рассеивается. Или застоялась. Да. И тут мы ее прочерчиваем вот этим вот мощным усилием. Ну, да. Тут даже как бы сказать, можно сказать, что это волевое усилие? Конечно. То есть мощным волевым усилием целенаправленным мы прочерчиваем заново, даем ей импульс на обновление. А дальше уже, дальше уже пойдут и процессы, значит, вот выработки стволовых клеток и тя-та-та-та-та-та-та. Ну, и вот как-то мое мнение считает. Ну да, да. Безначальный импульс это вот волевой вот так раз. И за счет этого, ну, я все там говорил, некоторые там смеются, что мы находимся погружены в вакуум, и из вакуума работают вот эти все чакры, и они, как бы сказать, вот эту вот энергетику, которая должна быть, допустим, кости, сухожилия, сердце, они её там прочерчивают, будем говорить, да? Но когда человек за счёт мощного волевого усилия, он так раз, он раскручивает эти чакры, эту энергию, и всё это, будем говорить, обновляется. Ну, добавляем ещё кратковременное, вот это кратковременное волевое усилие. Почему именно кратковременное? Мы здесь работаем на запасах энергетических клеток, то есть, что заключено в самой клетке. Мы не работаем на, в принципе, аэробной нагрузке, то есть, здесь нет необходимости в дополнительном кислороде, дополнительном питании клетки. Почему? Потому что за 5-6 секунд, мы уже все, наверное, знаем, что есть такой запас аденозин-3 фосфата в клетке. И вот это за 5-6 секунд, он предназначен как раз для взрывной какой-то нагрузки, кратковременной. И за 5-6 секунд мы его сжигаем, потом делаем паузу между подходами. 30-60 секунд, для чего? Для того, чтобы сработали, опять же, есть такая штука в митохондрии, в клетках. Они запускают свой процесс, восстанавливают запас АТФ, и у нас клетка опять готова к нагрузке. И в результате, получается, мы, чем эта гимнастика приказалась бы к колоссальнейших таких нагрузках, она показана даже людям, у которых проблемы с сердечно-сосудистой системой, которые склонны, допустим, к тромбозам, к инсультам или так далее. То есть, почему? Потому что мы здесь не нагружаем сердечно-сосудистую систему. И не усиливаем кровообращение. Она не успевает даже сработать, потому что нет сигнала для того, чтобы включить процессы дополнительного кровообращения. И получается, что вот как раз и происходит эффект восстановительный, вот о чем мы говорили, запустив процессы именно в тяжелых фракциях энергетических человека, как кости. Кости – это тоже энергия. Сухожилия – тоже энергия, очень густая энергия. Связки, фасции, из которых мы все состоим. И в результате этого мы, создав поток, создав вот это течение в этих энергетических наших субстанциях, мы позволяем как бы обновиться самому себе. И это очень эффектно и очень быстро проявляется. Самое интересное, еще один из феноменов вот этой гимнастики – это то, что результат ждать долго не приходится. Мы когда, даже выполняя одно упражнение, потому что у меня так ознакомление с этим, с этой гимнастикой идет таким образом, что я сначала даю людям попробовать, чтобы они не на словах, вот мы с вами говорим, ну попробуй, вот мы же не чувствуем, что халва-то во рту слаще-то стало, да? От слова халва. Нам надо попробовать это. И оказалось, что вот встав к этому снаряду, мы даем, допустим, на ознакомительных занятиях выполнять упражнение, так называемое «штанга на поясе». Это уникальное упражнение, которое Анатолий Иванович включал именно в гравитационную гимнастику. И даем, и человек получает результат немедленно. Он ощущает приток вот этой радости, приток, какие-то ощущения на уровне тела он получает немедленно. Это вот не надо тогда долго объяснять. И не надо долго объяснять, и можно тебе практически приступить к... Ну да, мы непосредственно... Я могу приступить, Александр может приступить. Ну еще можно сказать, еще добавить маленькую такую штучку, что, допустим, готовиться непосредственно к этим занятиям нет необходимости. То есть у меня люди, приходя сюда, могут немедленно и сразу приступить к выполнению упражнений без разогрева, без дополнительных каких-то пассов вот этих вот или там движений и так далее. То есть здесь мы, кажется, что на неподготовленный организм, давая такую нагрузку, можем прийти к какому-то там... Ну, к травме. Это тоже. Но оказывается, когда мы включаем все эти процессы правильно, выстраиваем человека. Когда мы его нагружаем верно. Когда мы обеспечиваем контроль со стороны инструкторов, которые здесь присутствуют, обученные. Вот. И человек, расслабляясь и уходя в это альфа-состояние, он выполняет эту нагрузку с колоссальнейшим удовольствием. Огромнейшим удовольствием. И радуется. Ну что, проступаем. Да, да, да. Прошу прощения. Насколько связана вот та самая гимнастика сухожильная? Вот насколько она близка к тому, что вот сейчас здесь продолжение. Вы говорили, что... Да, вот сухожильная гимнастика Александра Ивановича Заса, потом гравитационная гимнастика Анатолия Ивановича Самодумова. Они... И вот эта изодинамическая гимнастика, уже в моей интерпретации, все, это как бы сегодняшний этот момент, именно сухожильной гимнастики. Они все объединены. Первое. Это статической нагрузкой вот этих наших... У Заса это было тоже, да? Да. Это он колоссальную статическую нагрузку делал. Александр Иванович Зас всегда говорил, при выполнении его упражнений в сухожильной гимнастике, необходимо создавать вот эту волну энергетическую. Он всегда говорил, выпускать по себе волну. А это что такое? Это медитация, по большому счету. Это понижение вибраций мозга. И он там это говорил, Анатолий Иванович Самодумов тоже самое говорил, когда вы снижаете вибрации мозга, понижаете контроль ума над телом и выполняете это упражнение в полудреме, можно сказать, когда ты не думаешь о том, что происходит. И тогда ты можешь только нагрузить свои вот эти, о чем мы говорили, кости, сухожилия, связки. И запустить в них поток энергии. Просто они начинают тоже оживать. Все вот это, ну, вот эта гимнастика, я думаю, опередила в свое время, время. Она была намного опередившая время, и она не воспринималась людьми такими, ну, виска крутили, как так, такие веса и могут только вредить. Оказалось, что сейчас и у меня очень много медицинских работников приходят сюда, занимаются и понимают, что это. У меня приходят сюда остеопаты, у меня приходят сюда целители, у меня приходят сюда экстрасенсы и так далее. И даже вы говорили, что у вас был специалист по цигуну. Да. Который сказал, быстрый цигун. Да, это был представитель лама, китаец, который занимается целительством. И он, когда пришел сюда и выполнил одно упражнение, вот, после того, как его здесь, ну, так, я говорю, накрыло, он сел на лавочке и сказал, цигун. Ну, очень быстрый цигун. Очень быстрый цигун. Вот. Да. Ну что ж, я, чтобы нам быть здесь гармоничными, сам комплекс включает в себя пять упражнений. Вы это уже знаете. Гравитационная гимнастика включала в себя пять упражнений. И здесь, из-за динамической гимнастики, включает также пять упражнений. Это дожим штанги лежа руками, ногами, точнее, дожим штанги лежа руками, потом штанга на поясе. Четвертое упражнение – это полуприсед, когда нагружается позвоночник. И становая тяга, то же самое, работа опять с позвоночником. На первых занятиях практика показала, нельзя давать сразу нагрузку из пяти занятий, вернее, из пяти упражнений. Почему? Потому что позвоночник в это время не готов. Его надо готовить. И готовится он в течение трех занятий. То есть от занятия к занятию человек набирает возможности, и он адаптируется к тому, что происходит здесь. И подготавливается как раз вся система, работая с позвоночником. Если дать все пять упражнений, это может быть тем, что перегруз, колоссальнейший перегруз, который не ощущается на уровне физиологии, он скорее всего более на уровне энергетики ощущается. И человека может просто-напросто у него проявить все те болячки, которые у него были, они могут вылезти наружу. А это не есть хорошо. Сразу и удар такой очень человеку болезненный. Поэтому мы даем адаптационных три занятия из трех упражнений, которые я назвал первыми. А потом на четвертое занятие даем полуприсед, когда работаем с позвоночником. И потом уже на пятое только занятие даем становую тягу. То есть мы включаем весь комплекс упражнений. И тогда человек идет гармонично и двигается довольно очень быстро. Ну, прогресс здесь идет колоссальный. От занятия к занятию веса, которые человек приподнимает или работает, с которыми может работать, они возрастают от 20 до 100 килограмм за одно занятие. То есть если было, допустим, условно 100 килограмм, он на следующее занятие может приподнять не все 200 килограмм. А вот кто готов? Вот так. Ну а что мы... Ладно, в качестве уже завершения, потому что много мы очень говорим. Самое простое, что дает гимнастика, это здоровье. То есть это восстановление всех функций организма, приведение костного скелета в порядок. То есть мы как бы приобретаем... Ну, я не говорю, что мы омолаживаемся, но ощущение молодости приходит. Когда нам легче ходить, легче нагибаться, легче переносить все эти рабочие наши моменты. Второе же, самое основное, что дает гимнастика, это дает как раз энергетический баланс. Колоссальнейший организма. И мы можем работать в нормальном режиме, не измождая себя довольно длительное время. И этот период длится порядка двух недель. Заниматься чаще, чем раз в две недели нельзя. Есть определенные моменты, я знаю, почему это происходит, и можно объяснить. А вот реже можно, а чаще нельзя. Тогда будет гармонично. Если ты будешь заниматься чаще, можешь тебя перегрузить. Вот так. Спасибо. Ну что? Пожалуйста. Приступаем. Приступаем. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры подогнал «Симон»